Добрый день, мои друзья! Сегодня у нас четвёртый урок изучения кларнета в музыке Клезмир. И кто сегодня первый раз видит моё видео, я с вами познакомлюсь. Меня зовут Александр Винокуров. Я преподаватель по духовым инструментам кларнета, саксофон, флейты. И вот такой инструмент, классик сафон. Видите, он имеет точку тела саксофона, имеет две октавы. И я открыл группу в Фейсбуке, где я обучаю на этом инструменте играть. Взрослых и детей, кто хочет, может подписаться. И сегодня мы продолжаем изучать музыку Клезмир, в которой я являюсь экспертом. И как я уже рассказывал, что в музыке Клезмир есть два направления. Это музыка свадебная, там весёлые танцы. Это музыка, где мелодии медленные, такие негуные песни без слов. И есть просто песни, которые, это песни на идише, песни еврейского народа. И сегодня мы с вами разберём такую песню, которая будет называться «Дона, Дона». Это очень известная мелодия. И разберём один танец. Он уже в таком быстром теме, потому что там уже есть и восьмые, и шестнадцатые. Но сначала мы должны, чтобы разобраться вот в этом танце, мы должны с вами выучить гамму, которую мы сегодня разбираем, как бы для наших, те, кто у нас новенькие, новички, ещё не умеют играть на кларнете. Это будет гамма соль минор. В соль миноре есть два бемоля, си бемоль и ми бемоль. И ещё у нас будет там фа диез. Значит, мы знаем, что пустышка, это первая нота, которую у нас, мы изучаем первую октаву сегодня, да, и идём дальше. Пустышкой ничего не закрываем, эта нота соль. От неё мы играем гамму вниз, и нам нужно сыграть соль фа диез. Фа диез закрывается вот только указательным пальцем, больше ничего не берётся. Потом идёт нотка ми бемоль, это два пальца и вот этот палец последний, да, и получаются вот три нотки вместе. Соль фа диез ми. И га, дальше гамма вниз. Дальше си бемоль, вот так берётся си бемоль. Ля и соль. И получается гамма от соль вниз, соль минор. И наверх. Мы слышим, как бы, такой печальный, да, печальный её интонанс. Это минор, да? И очень важно, тут две нотки, которые дают такую, как бы, ну, слезу, нас вышибают, да, это ми бемоль и фа диез. И сейчас мы с вами получим такую, как бы, маленькую, очень маленькую мелодию. Фа диез, ми бемоль, ре. Фа диез, ми бемоль, ре. И тут очень важно, после фа диез нужно пальчики собрать все вместе и одновременно перейти и нажать на ми бемоль. Получается. И херах. Такой плач. Такой плач, вот такая интонанс, да, как будто инструмент плачет, он говорит. И теперь мы с вами слушаем мелодию, которая, как бы, является таким танцем хасидским. Да, хасиды такие, которые танцевали, мужчины танцевали в группе, танцевали медленно или быстро мелодию. Сегодняшняя мелодия будет быстрая. Но я буду вам играть медленно, потому что вы должны сначала ее узнать, познакомиться с ней. И в конце вы будете ее тоже быстро играть. Сначала она идет медленно, и потом ускорение. Но сегодня у нас первое такое занятие с этим произведением, поэтому мы играем все медленно. Мы должны увидеть, да. И тут будет движение вниз или вверх. И будет ход от нотки ре до нотки си бемоль. И потом будет повторение этой же мелодии от нотки ре до нотки ля. Сейчас просто мы слушаем мелодию. Это первая часть, и мы сейчас ее разберем. Начинается с фа диеза, идет вниз. Потом идут от ми бемоль ре до ми бемоль ре. Это очень сложные переходы. И потом от ре идет мелодия до си бемоля. И потом вниз. Слушаем. Ми бемоль. Теперь от ре гамма вверх до си бемоля. От фа диеза повторяется мелодия. А теперь внимание. От ре до нотки ля. Ля это будет вверх нотка и вниз. Вот такая мелодия не очень сложная. Идет вторая часть. Очень важно, мы сейчас ее послушаем сначала. Очень важно, что тут разберем две четверти. И первые нотки будут ударные в такте. Слушаем вторую мелодию. Слушаем вторую мелодию. Очень важно услышать, как поднимается мелодия или до нотки ля, или самая высокая нотка си бемоль. Это все время чередуется. Если сначала поднимается в первой части до нотки ля в первом такте, то в такте втором будут до си бемоль и вниз. Вот еще раз услышим эти ходы. До нотки ля, теперь до нотки си бемоль. И снова до нотки ля. А сейчас ход из первой части. До, ми, мимоль, ми, моль, до. И закончили на нотке ре. Идет часть третья. Слушаем ее. Слушаем ее. Слушаем ее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 свои какие-то замечания, свои пожелания под моим видео, и потому что мне очень важна обратная связь от вас, потому что все мои уроки, вся моя деятельность для вас, чтобы вам было интересно, чтобы вам было познавательно, и что вы делали большие успехи и радовали жизнь, и радовались этой музыке, которую вы играете. Большое спасибо.